В Казанском федеральном университете прошло заседание ректората. Мероприятие открылось подписанием соглашения о сотрудничестве между КФУ и отделением Национального банка по республике Татарстан, Волговятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности населения России. Университету вместе с Центральным банком предстоит разработать новые образовательные программы для достижения поставленной цели. Сейчас имеем возможность подписать соглашение о сотрудничестве области финансовой грамотности с одним из ведущих вузов страны. Хотелось бы, чтобы реализация данного соглашения позволила поднять уровень финансовой грамотности населения нашей республики, собственно говоря, что является основной задачей данного соглашения. По завершении церемонии ректорат перешел к рассмотрению вопросов повестки дня. С докладом о проведенных мероприятиях по привлечению абитуриентов выступил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Самая активная работа ведется с высокобальниками, победителями и призерами международных, всероссийских и внутриуниверситетских олимпиад. Отдельное внимание уделяется привлечению иностранных абитуриентов. На 2018-2019 учебный год общее число иностранных студентов должно составлять 6200. Самое главное, чтобы наши образовательные программы готовили наших студентов к возможности работать по направлениям, которые являются вызовами от сегодняшнего этапа. То есть по востребованным направлениям, которые будут востребованы через 3-4-5 лет. Проректор по экономическому и стратегическому развитию Марат Софиулин выступил с докладом о рейтинге Times Higher Education – самые интернациональные университеты мира. В этом году только 7 российских университетов вошли в топ-200 рейтинга. Казанский федеральный университет планирует войти в их число. Основная проблема, почему нам тяжело войти. Упор делается не абсолютно показателем, где у нас достаточно неплохая картина, а она относительно. Из-за того, что у нас большой размер и большой контингент, к сожалению, удельные показатели, они несколько отстают от упомянутых. Ассоциация молодых ученых КФУ выступила за введение в общеуниверситетский рейтинг институтов пункта о защищаемости выпускников аспирантуры. Ректор университета Ильшат Гафуров согласился с тем, что аспирантура должна завершаться степенью. Затем на заседании рассматривались вопросы о переименовании аудитории актовых залов в ряде учебных корпусов. Теперь в университете появятся актовые залы имени первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева, Александра I, Карла Фукса, а также аудитория имени Николая Чеботарева. В завершение заседания выступила директор департамента пиар и рекламы Казанского федерального университета Лейла Мухтарова о ходе подготовки к восьмой серии научно-популярного проекта «Про наука. Ночь открытий». Он пройдет 21 мая и соберет образовательные интерактивы от каждого института. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Владимир Нелюбин, Универньюз.